на что он и урон баню поняла поняла не права исправлюсь хорошо значит террор в бане кто еще герокоптер фантом лонцер нет ликантроп может ликантропчика он и урон потовы рам даст и команду усилит в целом герой достаточно неплохой так как много станов можно взять того кто будет просто бить или контру потом плане может зайти забанили омника судя по всему они решили что тинни отправиться фармить нужно будет хардлайнер такое тоже может быть то есть сейчас у бум айди прям огромное количество вариантов они там чуть ли не тинни в мид могут поставить или там но скорее все равно дешаг будет но тем не менее чаще стал появляться этот персонаж и в на снг дота сцене в других регионах непосредственно осталось 10 секунд очередь сил тьмы выбирать героя на стиллер я все-таки думаю что ликантроп будет какой-то знаете по поводу ластера судя с радиансом здесь интересно будет он ну как я и говорила должен герой который может просто бить за большое количество станов да но и стиллер тоже в принципе один из вариантов почему нет не пони то я могла разговориться это нет вроде нет по значит по позициям я все угадала осталось здесь еще адмиралу добрать кого-то в мид но они берут вот значит они возьмут герокоптера в мид вот на легкую линию фармить и ну а тут все вроде просто хардлайнер четверка пятерка на по поводу мгновенного урона в хроносферу хотя так он три два стилера тоже верно наверно если так посмотреть что сложно будет на стилера законтрить в начале нужно будет как-то задоминировать и по линиям но это не так просто сделать на самом-то деле если учесть что вот пик предыдущую карту например если учесть хотя бы то как показали себя бум айди и как показали себя адмиралу увидим получится ли у них на этой карте реабилитироваться так еще раз давайте делаем так бум айди радиант дар адмиралу грамотно кстати обходят его посмотрите если бы он даже вот бы стоял здесь например то очень вероятно что его бы нашли войд спрятался второй раз они так делают тускар и подгольер никого здесь не встретили у них имеется vision поэтому они знают что здесь никого нет поэтому сказали войд дружище спрячься куда-нибудь подальше ибо очень велика вероятность что тебя заберут а тебя выйдут кстати ребята помните я сказала что вроде по линиям угадала даже не совсем я угадала тени будет все таки в миде хотя хоть тени в мид поставят да ну вот поставили вчера как раз смотрела игры по вам fly to moon играли с лишаковым мидером ну сейчас вот это вот возвращается а вот и нет не отгадала я не отгадала что-то интереснее они решили они решили сон кинга и лишака сложную линию подставить поставить дарквилл в принципе на линии достаточно сильно но сильно на скором который может носить урон такой неловкий момент что войд он не совсем в этом плане хорош поэтому если дарквилл здесь подставляется стан 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 и это может быть больно это может быть больно и неприятно и плачевно для нее закончится 45 урон сроки 50 тор по венам имеется в миде тени против гирокоптера ну и лайфстиллер вместе с бэйном против пангольера и тускара тускар счет воды какие-то пытается мутить пока им нужно просто лэвл самый чтобы до на первом уровне здесь мало какие-то фраги вероятно если только совсем кто-то подставится не знаю решили нападать на войта так как он тратил таймволк почему бы его еще не напрячь тускар делает телепорт так как сын кинг потратил подкоп и его сейчас и можно попробовать забрать но имеются стики и подкоп также уже есть сейчас замансит отрегенится с помощью фласки и даже вот посмотрите они вдвоем будут напрягать трепло вполне то есть тут уже у пангольера не будет помощи и нужно ему будет стоять чуть поаккуратнее ну такова его учить хардлайнера лишь рак еще и рун сейчас отожмет спокойно я понимаю забрали а может они сейчас попробую за то ли шака убить заберет еще и баунти вернулся кстати было близко кстати кстати да три прям такой забавно ну две баунти забрал здесь он рисковал у него не было сапога он достаточно быстро из-за наличия медлендса но тем не менее недостаточно обратила внимание не положила сейчас ладно хорошо открыли счет скинка здесь левел получал пока бегали за лишаком и в мид выход сразу же от лишака нападение на гирокоптера никто помощь не полетел это вот на самом-то деле ускар наверно мог бы либо там слишком быстро либо он был уже начально накоцанный ну забрали забрали 1 1 сразу же тени впитает много урона но у него и стики и регент принципе имеется второй уровень по крипам опять же смотрим три героя команды бумайди ведут и ведут достаточно серьезно то есть тени очередной раз это героик который ну он хорошо линию стоит у него очень хорошая атака с руки извините мне 91 и честно мне нравится его анимация атаки то есть кому-то кто-то говорит что не совсем удобно и мне она крайне приятная посмотрите что он настолько прям опережает гирокоптера неприятно правда нас забрали дарквиллу еще у тускара могут быть проблем последний удар еще войду досталось ни за что считай 3 1 то есть они вдвоем на данный момент убивают вражескую треплу это как раз из-за того что есть просто банально воет и вот на линии он его сложно убить но дело в том что его саппортов легко убить что они в принципе и делают лишь шаг с инвизом и как только гирокоптер подставится а есть вижен на руну вот у них как раз нету это вард непосредственно бумайди сейчас посмотрят здесь руны никакой нету ах бэйн найдут нашли убили при том приятно что гирокоптер забрал фраг а лишь шаг возвращается на лег на свою легкую линию самом деле вроде сложная но выглядит как легкая тоже кстати хороший вард линии достаточно стандартным тем не менее вот крипов то добивает но слишком много этому герою нужно артефактов для того чтобы соло вытаскивать игру то есть для того чтобы он трех даже двух героев убивал за купол брюмертини он супер плотный его не будешь хотеть убивать лайстиллер тоже такая себе история должен вести на несколько слотов для того чтобы его убивать за купол без какой-то поддержки это практически нереально на мой взгляд то есть твоя цель будет это бэйн или шаг стараться их убрать а дальше уже как-то за счет команды с другими разделываться и купола конечно должны быть просто идеальные по крайней мере да это такой game changer который когда даже команды отличаются по уровню сейчас продолжат стану не специально доволен этого странно сделать чтобы может не помог за тускаром пойдут отводы делает dark willow шарды а забрал забрал конечно баунти тут крипчиков можно подбить левел получить когда как раз отвод dark willow делала агрессивно себя ведут sound king или шаг ничего не боятся это ребят чуть ли не против триплей так себя агрессивно ведут и за такую агрессию в принципе мог бы очень помогать им гирокоптер то есть приходить и смотрите что он и принципе и делает но все санкинга они потеряли но для этого потребовалось позвать гирокоптера сбили телепорт ему старается максимально что-то закупиться и вот именно гирокоптеру отдают опять же фраг чтобы его телепорт окупился dark willow полетела в мид подпушил тине линию и левел нужно получить срочно срочно штате так как гирокоптер улетел пока он вернется на линию от крипа его умирали бы просто так тине может закинет нет может так кто знает как дела у ластилера дабл дэмэдж пангольера пангольер кстати неплохо себя чувствует относительно 29 крипов ни разу не умирал то есть свою линию он хорошо отстоял если учесть что могло быть хуже и вот в этой игре как-то поинтереснее адмирал смотрится там не знаю хотя бы какие-то действия они делают хорошие и счет мы видим 3 3 может по фарму опережают их бум айди но тем не менее хотя бы что то 6 левел санкинга линию вот это они выигрывают то тоже по натворс выигрывает линию ну допустим хардлайнер довольно таки неплохо отстоял 6 левел у него имеется интересно как же он сейчас будет его реализовывать мы смотрим на четверку натворцев и опять же бум айди опережают опережают достаточно серьезного тоже 2000 только за счет линии если учесть что по фрагам ситуация равная и даже фб они забрали купол есть может за счет купола что-то сделать хорошее king плотный нужно с гирокоптером тогда купола реализовывать для того чтобы санкинга забрать ракетка в бой на далеко идет гирокоптер честно говоря и слип себя а слип там в кулдауне был но проблема в том что здесь они вдвоем могут за него умереть потому что как я уже говорила большое количество дизайблов стан на стан станом еще добавляет это и тени или шрак они просто уничтожили и слишком далеко идет гирокоптер за бэйном то есть это ну совсем очевиднейшая ошибка что за бэйном будут драться то есть это тирадин тавр вы заходите думали что найти мэра нет поэтому видимо видимо решили что быстро его заберут так быстро не получилось плюс стан по двоим все зашло что еще хуже все уже уже придумать нельзя не преимущество 3000 уже а это всего лишь бэйн пятая позиция ребят а ты гирокоптер первая там еще которому фраги отдавали седьмой уровень хотя может попытаются они напасть еще раз на бэйна серьезно ничему жизнь не учит даже дарквиллу еще позвали думали что она здесь вот тени тени сейчас будет девятый уровень проказ становится серьезнее собирает себе кстати блинк возможно тут какие-то смоки будут смоки пошли а в это время погибает первый раз войд вот кстати до сих пор франа сверху никак не реализовал думала я что они скоперируются с гирокоптером но нет кстати гирокоптер вот имеются стаки достаточно кстати много главное чтобы зафармили их так песочку прокачал но тут возможно ему это ну даже невозможно сто процентов ему это не поможет даже если стики там песок добивали его бэклдауном и так далее правда лишь рак справился с т1 в это время пока за сон кинга бегали ну и ждем шестого уровня от бэйна то есть это еще один герой который сможет справляться с войдом сейчас пытаться ввода забрать за прокаст и как вы видите это получается сделать же аркейн руна у бэйна забрали пангольера забрали войд а все это получается в размен на сон кинга 5000 преимущества 8 5 11 минута 5000 это для 11 минут очень много ждем ждем еще шестой уровень то есть это еще будет больше возможностей у бэйна для того чтобы законтурить воида не дать ему тайболга сделать поставить хрона и до сих пор не было реализации ультимейтов вообще то есть не террорайза не пангольер там как-то с командой ничего не делал не воида гирокоптер единственный кто давал кулдауна вот опять мы видим кулдаун только вот для читай даже не для чтобы убить то чтобы к нему не подошли вот сейчас кажется будет атака непосредственно тени в миде да очень неплохой прокаст и будет ли поддержка для тени то что он очень плотный будет жить долго но по тавар по тавар вместе вот втроем наконец-то под ультимейтом не было сон кинга был телепорт в кулдауне кстати ластилер то ластилер ластилер не помогут и своему тиммейту и у бэйна телепорт есть лешака наверное он ждал еще что с бэйном там может не прокачить а кстати могло на мой взгляд могло же сработать прыгает фоид ставит хрона по лешаку лешак горит войду просто супер больно говорит нет ребята не хочу я так драться еще и финс грипп от бэйна по гирокоптеру гирокоптер у него в кулдауне даже был и кулдаун соответственно тоже ничего помочь не мог финс грипп реализовали идеально забрали тавар ну и хроносверу потратили молоко просто прыгнул на лешачка да что называется да беда что тут сказать беда как-то слишком сильно то есть даже ли шаг посмотрите обгоняет всех по натворца это саппорт это саппорт что будет дальше хардлайнер чуть-чуть опережает даже стаки до сих пор не зафармили еще придут за следующим тавром заберут его это будет уже 8000 преимущество 9 без хрона я не знаю как они хотят трорайс тоже в кулдауне зачем сюда приходить если вы за этот тавр не можете драться тем более тут имеется даггер и тени просто может прыгнуть и выкинуть кого-то команда пока расходятся вы дождутся наверно там финс гриппы и какой-то смог используют дождутся еще конечно же даггера на сам кинге что даст им еще больше возможности сейчас он идет приобретает блинк будет у сходят куда-нибудь smith фармить понимает что опасно а тут тоже опасно везде опасно что здесь тени с блинком и кто знает чем это для тебя может закончиться может попробует выкинуть его скан от сил тьмы пустоту дарквилл с ультимедом стоит сзади тускар подходит хотят попробовать подраться бэйн боится использовать и эпицентр эпицентр на пандольера террорайз понимаю что не спасет она его отменяет сейчас возможно будет продолжение замес прилетает гирокоптер и прокаст от тени по троим персонажам это конечно беда но тут уже гирокоптер посмотрите на каких хп уходит просто 50 50 хп у гирокоптера никого не потеряли сейчас бум айди и вот даже подумал ну лететь туда нет никакого смысла бы еще сам не погиб то есть они тавр подхарасят используется правда глиф что потянет это время не забываем что это еще отсутствие ластиллера который оформил все все у него есть radiance тайминг 15 минуты ребят для radiance это супер крутой тайминг статистика отличнейшая 2-0 крипстат net force все просто божественно и сейчас он еще и трудно убиваемый и будет перефармливать воида не только потому что он в принципе первое место по net force а вообще потому что фарм у него скорость фарма с 1 1 сам возрастает в разы можно сделать все что хочешь если прямо говорить нам пришел пройтись с анкингом поискать кого-нибудь будет показан показывается на нижней линии спокойно бьет крипов и они идут вниз для того чтобы думать что возможно на воида будут нападать и в этом есть доля смысла лишак приходится они оказались надо сразу наверно было на лишака наезжать но они там встретили дарквиллу дарквиллу убили а вот теперь далее кого будут встречать телепорт от тускара телепорт гирокоптера вроде бы все остальные ушли миром но не все воида выкидывают сразу подкоп и без шансов просто быстро в такой ситуации точно его не спасет слишком большое количество дизейблов и урона на данный момент это еще финс грипп не был потрачен то есть теория еще хуже может быть пангольер готовится лететь зачем ах я до последнего надеялась что она пытается в крипа как-то залезть забавно да забавно потеряли найкса ну тут скажем так за его наглость его и наказали но в любом случае хоть что-то там сейчас еще можно и бейна забрать неплохо неплохо вышло такой небольшой ответочку дали потому что за найкса там денег отсыпало мам не горюй 464 это только тускару столько досталось там разумеется еще за систы и так далее что уже дает достаточно весомую сумму рассердились рассердились по рисункам тени дальше планируют а ну принес себе саблю и дальше это будет у нас shadow blade достаточно стандартные артефакты для достаточно стандартные артефакты для мидера тени два артефакта для инициации статы урон хороший ой ой ну бывает видимо ушел ушел из-под фокуса ну что дальше в другую сторону пойдет а он оказался хитрее перехитрился в этой игре как-то не так активно действуют сейчас вот смоки пошли поставить по куполу по тени что ли да да чат бит купол но дело в том что здесь и бэйн или шаг и он просто прям он вынужден отойти и тени он очень плотный то есть для того чтобы забрать его не его придется потратить в огромное количество ресурсов а он в любом случае успеет дать проказ но его забрали его забрали забрали еще или шака замес хорошо разделили фингри был тоже потрачено но это уже минус 2 вот так же погибает и дальше пойдут они скинг в кулдауне blink если у на x а фест можно попробовать кстати вот тускара бы синициировать можно было бы нет не хочет не хочет как хочет что же мы заставлять будем не понимают что ли еще для себя и как-то огрызаются они честно говоря я ожидал еще хуже что ситуация будет твойт с куполом совсем не заезжает за и принципе как я говорила в начальной стадии что сложно будет кого-то за купол забрать и мы видим что ставится купол и просто ничего не получается сделать как-то позиционку выбрать удачно да но решили пойти на рошана кому же аегис лайстилеру или тени ластилеру можно дать можно тени отдать здесь лайстилер такой приготовился в суде потому что топорик перекладывает и сразу же в сын кинга за тврами т2 еще целых три т2 стоит вишки подгольер пытается заниматься сплитом что на данный момент наверно лучшее решение из всех возможных что и драться хотя предыдущая драка для них плюс-минус неплохо прошла но теперь еще и против аегиса придется драться два раза ластилера убивать пока у войда нет таких слотов с которыми он может драться и шаг его полностью контрит приобретает бэйн тавр заберут но здесь т1 упал хотя бы какой-то размен бы какие-то деньги герохобтер потратил куда он возможно пойдут они его нет не хотят перри перри кстати выбрать хороший грамотный путь отхода попробует встретить его схватить словить перехватить лайв стиллер манта стайл это даже достаточно пассивно может просто по товарам заканчивается хотя 16 10 на 22 минуте не сказать что с пассивно санкинг еще себе приобретает кримсон становится еще более плотным находится на данный момент на боте и вот покажется у нас бангалер на линии у него кстати лотос есть опасно выходить так тени то еще без шаду блейда был шаду блейдом полегче было бы нет тут вижен у них был сентли знали бы что могли нормально подойти тут вот вижен есть второй вард также во вражеском лесу ставит дарк виллу тем лучше наверное все таки на своей территории ставить как можно большое большее количество вардингов вардов в плане именно они сейчас в такой позиции когда они будут нападать если они хотят сами нападать что наверное самое лучшее решение это уже гирокоптер приобрел себя в бкб из плюсов это из плюсов а из минусов ой да не его до сих пор нет и идут власти с аегиса вперед ну что вообще залез бы просто нагло и агрессивно с санкингом обошли смоках там команда подпушивала все могло выйти круто смоков пока я не вижу они просто будут сами прыгать сейчас встретить лишака кстати лишак все это движуху свалит и а так как он увидит это всех поставил сразу центре ну и врываться нужно с эпицентром санкингу просто сто процентов надо террорайз и просто решили без эпицентра врываться ставится у нас хрона кстати забавно что в финсгриппе но это уже размен 1 в 3 и пытается пангалиру идти однако у них с очень сложно ему это будет сделать сейчас будет еще какой-нибудь нет замедление в кулдауне кстати тинни правда через пару секунд откатится блинк но под замедлением прыгает санкинг идет идет но тулав замансил и ушел да ушел значит 1 в 3 размен саппорта на двух саппортов и кэри плюс тавар в их копилку а егис они не теряют и заходят дальше блэком блэкенбар от гирокоптера был потрачен как-то совсем плохо то есть он его поражал практически когда потерял уже наверное 80 процентов хп еще этот сноубол в хрона где-то не все вышло и совсем не так как бы хотелось наверное им тавр как вы видите без проблем забирают если еще сейчас будут они нападать на ластиллер он прожимает рейдж перегруппируется наверное сейчас нет шарды возможно даже так как эпицентр не был потрачен отличный подкоп это сразу можно сделать минус дарквиллу так оно получается сноубол хороший но дарквиллу уже спасти не получилось откатился блэкенбар дарквиллу делает байбэк настреливает гирокоптер ластиллер просто идет до конца его даже убить не получается кто-нибудь вы видите хотя бы а егис а егис выбили санкинг не самый лучший подкоп который мог бы быть замедление по войду в вода есть бэкбэкенбар однако под финсгриппа бэйна он не спасается но был опять же неплохой однако это с таким перевесом извините 11 тысяч и ресурсами которые есть у обеих команд эпицентр разбираются с гирокоптером который уже тратил блэкенбар следующая цель под лотосером пангольер ну вроде получается у него отступить однако у его бараков вот отступить к сожалению нет возможности нет возможности у них ходить поэтому они падают переключается сразу же на вторую сторону знаю что ну нет во первых войда кстати будет даже хрона не тратил пангольер пытается как-то не знаю привлечь к себе внимание и не дать снести тавар санкинг подкоп под лотосом станчик от лишака замедление от ластиллера и идут идут до конца еще буквально пару ударов но но под т4 не захотел и решил что лучше забрать тавар так как уже резнулся тускар а сейчас начнутся шарды и сноубол и вот уже потеряли лешака кстати санкинг кстати может еще на развороте нет 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 купол уже есть купол зачем лучше просто отойти они и так сделали наверное даже больше чем рассчитывали если учесть что они забрали сторону и забрали еще один тавар на топе можно теперь по нижней линии пойти можно дождаться кулдауна там эпицентра 46 секунд перегруппироваться дождаться там закупиться конечно же потому что после такой драки много чего можно было вот уже манта какая-то или шачок тоже себе что-то закупит что-то принесет санкинг как мы видим практически с готовым пайпом и это все очень сильно усилит их заход на хайграунд я считаю что наверное про гем не стоит забывать на мой взгляд как-то когда у тебя такая сильная доминация этот артефакт он кажется таким незначительным возможно они не не то что про него забывают они не хотят его покупать так как не видят никаких инвизов но тем не менее например для того чтобы просто вижена полностью лишить их вообще оставить их на базе не дать даже возможности а может а может например видели что у тускара хотя тускар не заметила они покупали его ну и тут здесь гирокоптер есть ой финс грипп и гирокоптер даже без финс гриппа просто слишком много урона стирают еще и дарквиллу дарквиллу делала байбэк минуты 3-4 назад поэтому не до сих пор байбэка нет гирокоптера есть байбэк но это такой неловкий момент что хотя бы бкб он не потратил даже плюс сейчас с бкб будет драться пангольера под лозосом в ультимейте летает пытается как-то разграничить пространство прилетает гирокоптер получает от бэйна финс грипп но его сразу же тускар разбивает бэйн заслипал себя прыгает воет хроносфера в принципе неплохая бэйна получается забрать бэйн делает байбэк опи центр от санкинга так себе на самом деле под кримсон гвардом дерутся у гирокоптера проблемы гирокоптер горит гирокоптер гирокоптер вроде бы даже уходит нет не уходит с помощью своего ультимейта с помощью инфеста добивает гирокоптера лавстиллер воет также отправляется в таверну воет уже тратил хрона у него есть байбэк однако без хрона он в принципе здесь ничего полезного сделать не может падает вторая сторона террорайз будет ли какое-то продолжение вгрызаются в пангольера под лотусом очень плотно на самом деле персонаж понимает лавстиллер решил может с тускаром подраться потом с бараками переключается еще отгоняет лишь шаг промахивается станом он просто идет чтобы убивали его а в это время команда сносила бараки можно сейчас где-то будет еще и бэйна после байбэка забрать но а ясно плацтоун же черт возьми сразу сразу готов драться и они просто пойдут по нижней линии две стороны снесли до рошана в принципе не так много буквально 27 секунд можно с сырком но они уже настолько наверное чувствуют себя уверенно что могут себе что угодно позволить драться не драться все что хотят делают слишком большое преимущество 21000 на 30 минуте матча я думаю что возможно они даже и проигнорируют рошана как-то честно говоря адмирал вообще очень слабо играют даже без шансов каких-то то есть в этой игре хотя бы они что-то там в начале линии да все равно не линии тоже начали проиграли может умирали меньше но ни на что это не влияет если зайдут на рошана закончат более быстро просто смотрите ресурсов у санкинга не так много то есть даже все пока прожать центр готовится врыв на на гирокоптера на подкоп маны не хватило вот такой неловкий момент блокенбар прожимается кулдаун кстати достаточно неплохой но урона у гирокоптера просто нет воида стерлис настолько быстро что я даже не успевает озвучить террорайс тоже вроде бы неплохой но толку то никогда преимущество 26-25 тысяч от этого просто никакого нет минус уже три героя good game well played выгрызается еще в пангольера вроде он может даже еще и выживет приходит дарквиллу вдвоем они остаются но это уже все неважно потому что они прописали good game well played и бум айти выигрывает вторую карту без особых проблем две серии которые мы сегодня с вами смотрели в ся регионе на квалификациях esel закончились отчетом 2-0 но вот здесь вообще какой-то тотальный разрыв был наверное тут знаете даже не пик обсуждать не хочется нет просто одна команда опять же сильнее другой и тут уж ничего не поделать они могут ставить тинни в мид они могут ставить кунку в мид они могут делать лишь рака саппортом они могут делать все что хотят потому что им это позволяют виспе если в миде стоял условно он бы тоже выиграл скорее всего есть какой какая-то черта как наглости когда нужно остановиться но видим не в данной ситуации данной ситуации все было очень просто ну на этом для всего на сегодня заканчиваю свою работу для